МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Тедни у столевого развития 2017 запланованы на восень. Сегодня у Гомеля обмерковали региональные инициативы. Первые 100-тысячники Речицкий район пересягнул знаковую мяжу на уборочной. Адрываясь, как у своих 16, радио Гомель-ФМ сегодня означает день народжения. А сейчас об этом и иншим больше подробно. У Беларуси пройдусь тыдни у столевого развития 2017. Эта подея традиционно ладится при саденничании программы поддержки Беларуси Федерального урада Германии у партнерстве с державными структурами, международными и громадскими организациями. Уперед с 25 вероя по 25 Кастричника отбудется широк мероприемства на национальном, региональном и локальном узроунях на тему устойливого развития. Организацию тыдня устойливого развития у нашем регионе сегодня обмерковали и у Гомельске маблывы канками. Удельники сустречи обрали актуальные пропановы, которые тучатся одной из 17 метров ААН в Галине устойливого развития. Инициативы, которые будут включены в календарь тыдня, отримают методичную и материальную поддержку от организаторов проекта. Мероприемства будут реализованы в формате фестивалей, акций, круглых столов, конкурсов, экологических экскурсий. Аналогичные пропановы уже разглядели в Бресте и Витебске. Сегодня сустречи проходили одночасово в Гомеле и Гродне. У нашем регионе у приватности были огучены идеи, которые тучатся развития сферы IT, комплексной реабилитации инвалидов, озеленения. Ну вот мы, например, проводили встречу недавно в Брестской области, и там фиксировали в Брестском районе. Есть большая проблема, связанная с сбором отходов, с мусором. И вопрос в том, как все-таки активизировать местное население, жителей, регионов, отдельно собирать мусор. То есть идея недели – это привлечение внимания широкой общественности к проблематике, и это показ каких-то наиболее успешных практик. Сгодна с оперативными дадзинами обласиль Гасхарчу, зерневая культура на Гомельщине убраны больше, как на 75% площадь. Агульный намолот досягнул 770 тысяч тонн. Аграры Речицкого района першими у регионе собрали 100 тысяч тонн сборжа. Тут уборка вышла на финишную промую. У лидерах по темпах жневаток самага с подарки Хойницкого, Гомельского и Добрушского районов. На палетках акционерного товарыства «Завидовская» побывал Олег Синцерову. СК-3, СК-4, Нива-10. Сегодня назвать этих комбайнов, які запомняли наши палетки у 50-х, 70-х годах минулого 100-годя, шмат кто уже и не памятая. Сегодня техника значно лепш, але празовать на жневе по раннейшим вень мене просто. Тем больше приемны трапить у них переможцов. Почас переезду на новое поле, техника споняется литерально на некаких хвилин, ка провести ушановання лепших. У гэтый день на рахунку водителя Геннадия Лебедева, маль 3 тысячи тонн перевезенного с божьим, тысячу тонн зерня намолотил комбайнер Александр Шученко, старшиня областного отделения Белорусского фонду миру Тимофей Глушаков нагадывая. От того, як у гэтый дни спросусь механизаторы на палетках, будя залежить выник усяго сельско-гаспадача года. В середине 70-х, маль 10 годов, Тимофей Глушаков узнавил Браинский район и добро памятая усе приклады самоданной працы подчас жнева яшчэ у тэе часы. Аб гэтым сепер и нагадываю сучасному пакаленню. Вспоминается работа одного механизатора, Гермель Станислав, который работал на комбайне «Нива-10», он тогда за один день, а если так говорить, за 20 часов рабочих, он намолотил 143 тонны зерна. И когда мы его приехали тостакуту поля чествовать, то он переживал, слезы катились и у нас. Вот так люди в то время работали, понимая, что такое хлеб. В гэтым годе в акционерном товаристве «Завидовская» провели свой соблевый эксперимент. Усе комбайнеры працуются без помощников. С одного боку, это позволяет выражать кадровое питание. С другого, напрямую вплывая на зарплату механизаторов, при этом отмонного вплыва на якость работ такая организация працы не оказывает. Комбайн нормальный, хороший. Помощь, помогают комбайнеры, если вдруг поломка какая-то, становимся все. Один одному помогаем. Сегодня у Завидовским убираются пошние гектары. Основная участка нового урожая сборжевых уже находится в Усховишах. В ближайшие дни у господарства пошнуть уборку кукурузы. Правда, перед гэтым в акционерном товаристве плануете оказать допомогу вязковцам по уборцу зерневых на их присядебных участках. Комбайны выходят на огороды. Потому что так как и хозяйство поля, так и приусадебные участки, нужно убрать за погоду, срок. Это же хлеб, это же зерно. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадио-компания Гомель, Добрский район. У агрогородку Конкович и Петриковского района отбылось перепахование солдат и партизан, загинувших под час Великой Айчиной войны. Ушановать их память собрались представники мясовой улады, громадских организаций, ветераны Узбройных сил, а так само гости с Российской Федерации. На приконце лепеня 41-го года 11 фронтовиков загинули у няроуным бои с ворогом у суседней вёсцы Слинки. Мясовые жахары их паховали, однако имённые прозвищи бойцов застались невядомые. Долгие годы после завершения войны место пахования невядомых героев доглядала мясовая жахарка Антонина Бычковская. Летость по ее инициативе распачалось проведение идентификации бойцов. У приватности установлена особа молодшого лейтенанта Ивана Фёдоровича Катянкова, уродженца Смоленской области. Стало вядомо, что у России зараз проживаюц яху родные, а у тым лику и сын, який увесь послевоенный час займауся пошуками батьки. На жалобный митинг рэквием приехали племенники Ивана Катянкова. Яны отдали Данину Паваги, усім загинувшим, паслячаго им передали останки для дальнейшего перепахования у Смоленской области. Какое-то чудесное событие, невероятное. Меня это просто шокировало. И сейчас, видите, у меня много эмоций. У нас не было сомнений, что нужно сделать все возможное, чтобы забрать и перезахоронить на родине. Я от имени областной администрации, от всех наших многочисленных родственников хочу выразить огромную благодарность администрации, президента Республики Беларусь, Следственному комитету, конечно же, поисковикам спецбатальона областной и местной власти за то, что из небытия возвращаются наши воины. Протягиваем выпуск. Сегодня православные християне святкують медовый спас. У храмах проходите святшение меду, воды и траву. Личится, что пасля гэтагаяны становятся гаючыми. С гэтага дня так само починается Успенский пост. Он будет продолжиться два тыдни. Нагадаем, что другие спас яблучные отзначают 19-го жнивня, а третий ореховый або хлебный 29-го жнивня. Сегодня радиостанция Гомеле Фэм отзначает 16-ти годзе. Увесь день слухачоу чекают разностайные акции и подарунки. Святочный эфир наведала наш корреспондент Настасья Кучинская. У день народжения Гомеле Фэм отрывайся, как у своей 16-ти закликают любимые диджеи. Варианты отрыва пропонуют сами. Они отповедают настрою самой станции и ее аудитории. У студии стоят велотренажеры. На их километровую гонку отправляются гости и звычайные слухачи. Итак, девчонки готовы? Все вокруг готовы? У каждой группы поддержки своя? Раз, два, три, поехали! Эфирный заезд для кожной пары две хвилины. И после подарунки макшимостью промываем эфиры передать провитание на полтора миллиона аудиторию радиостанции. Под впечатлением. Ну, сначала было очень страшно. Сейчас уже привыкли, и не так страшно. Круто. Даже слов не поддаст. Нет, одни впечатления. Гомеле Фэм – знаковая станция для в области. И она была первым мясовым радио, якое открылось в нашем регионе. 14 жюня 2001 года загучали пызывный экспресс. В 2008-м распочалась наинувшая история радиостанции под гандлёвой маркой Гомеле Фэм. Сегодня это сучасная радио для дорослых активных людей. В новом сезоне у нас, естественно, готовятся к выходу новые программы. Музыка обновляется всегда, потому что это движение никогда не стоит на месте. И мы этому очень рады. И вместе с нашей радиостанцией можно будет продолжать получать хорошее настроение. День народжения Гомеле Фэм разом со слухачами святкует до самого вечера. За этот час долучится мужа кожный. А кроме Астудыйной задейничаны еще две локации. Одно с гомельских кафе и центральный пляж. Настасья Кучинская, Валерия Хапанько, телерадо и компания «Гомель». ГТ, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры спортивный охляд. С новинами спорта вас познаем медь мой коллега Максим Савин.